Продолжение следует... 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 И сейчас, наверное, в предисловии все. Про чат уже вроде бы у всех получается. Я сейчас передам слово Элизе Курцевич, нашему ключевому исследователю в этом проекте, исследование, которое наша организация делала вместе с Университетом Солнце, для презентации результатов, что мы получили. И, Лиза, твое слово. Добрый день, коллеги. Не знаю, меня видно, слышно? Все в порядке, да? Проверяю. Окей, ну, может, слышно. Я очень рада, что наконец-то мы можем представить результаты исследования употребления новых психоактивных веществ в Казахстане. Мы начали это исследование делать в этом году, в феврале, во время форум, который тоже происходил в Казахстане. Сейчас переключается моя презентация. О самом исследовании. Мы такое же уже исследование делали в прошлом году в Молдове и Беларуси. И в этом году мы еще ее сделали в Казахстане, Кыргызстане, Грузии и Сербии. Исследовательский проект осуществлен в ЕСВ нашей организации вместе с Школой права университета Сфонси. Кырг на свои поддержки по исследованию глобальных проблем. Вообще цель проекта была увидеть, или есть какая-то проблема, связанная с употреблением новых психоактивных веществ в Казахстане. Потому что много людей из сообщества, из гражданского общества говорят, что да, это очень актуально, но мы все-таки решили проверить и сделать вот исследование. И у нас были три этапа исследования. Первое, это было конкретное исследование, где просто проверяли, смотрели, какие есть данные на национальном, на глобальном и региональном уровне. Второй этап был структурированный интервью и фокус группы с ключевыми респондентами. Это были интервью с экспертными профессионалами, работающими в снижении вреда со здоровьем, наркологией, с психологическим здоровьем. Также с респондентами из сообщества людей, употребляющих наркотик и МСМ, секс-работницами. И третья часть была анализ уже собранного материала и подготовка рекомендаций. Так вот сейчас как раз и хочу представить вам как раз результат нашего исследования и больше проговорить, какие есть проблематические аспекты в Казахстане и что мы вместе можем делать для того, чтобы это изменить или улучшить, может, или как-то адаптировать. Это очень краткий обзор вообще о стране, так как, может, большинство вас знает, так как это национальный как бы вебинар, но все равно хочу представить некоторые вот интересные такие, некоторые интересные информации. Значит, по данным 2001 года, 1,7% населения страны употребляют наркотики. Но, как видите, данные очень старые. Это 2001 год. Это реально 20 лет тому назад сделано исследование. Оценочное число людей, употребляющих инъекционные наркотики в Казахстане, где-то 95 тысяч человек в 2019 году. Люди, которые были на ЗПТ, на заместительной поддерживающей терапии, это только 0,3% оценочного числа людей с расстройствами, вызванными употреблением опиоидов. На наркологическом учете в 2018 году состояло где-то почти 23 тысячи людей, употребляющих наркотики. Из них где-то 65% это люди, употребляющие инъекционные наркотики. Ну и, конечно, среди представителей ключевых групп в возрасте от 15 до 49 лет, самый высокий уровень распространенности ВИЧ наблюдается среди логин, это 7-9%. В то время вот среди секс-работников такой показатель это 1,4% и МСМ 6,5%. Так что самый большой процент это наблюдается среди людей, употребляющих инъекционные наркотики. И уже хочу, так как знаю, что у нас сегодня не очень много времени, а результаты исследования очень интересные, уже сейчас буду представлять сами результаты, что мы собрали, какую информацию узнали, что интересное в Казахстане. Начну с того, что мы спрашивали у людей вообще, какие названия НПВ вы знаете или какие новые псевиотинные вещества употребляете. И среди профессионалов это были такие две категории названия, это синтетические катиноны или синтетические каннабиноиды. Никто там про сленговые названия не говорил. В то время, когда мы уже говорили с людьми и сообщества, те названия были соли, солидаванность, ка, скорость, красный дракон, рубин, мука, арбуз, кристаллы, мяу, 4ММС, метамфетамин тоже упомянули. Из каннабиноидов синтетических это был чивик, спайс, ромашка, аква, шиза, это разные сленговые названия. Еще такой интересный момент, что некоторые респонденты нашего исследования назвали MDMA, LSD, грибы, псилоцибиновые, тоже как НПВ. Но мы думаем, что они назвали это как НПВ, потому что когда-то эти вещества не существовали, их просто не было в наркостене, в наркорынке. И сейчас, так как уже появилась возможность их купить или найти в онлайн-магазинах, например, потому люди и назвали, что эти вещества тоже являются как НПВ. Но я хочу сказать, что в нашем исследовании, в дальнейших слайдах мы не будем упоминать этих веществ, потому что мы не считаем это как новое психоактивное вещество, но и также по законодательству Казахстана эти вещества не считаются как и новые психоактивные вещества. Актуальность употребления НПВ в Казахстане. Вот это была как бы самая главная тема, узнать, или это актуальная тема, и какая вообще проблематика. И здесь собрали вот некоторые ответы, которые связаны с актуальностью. Значит, большинство респондентов всегда говорили, что молодые люди, те, которые никогда не употребляли никаких веществ, ну, может, легальные вещества, только табак или алкоголь, сейчас начали употреблять новые психоактивные вещества. И они начали это употреблять, потому что очень просто употребляется. Значит, курение, это не надо делать никакие некции, не надо подготовлять, там, варить и так дальше. Потому вот молодежь сейчас начала их употреблять. Большинство потребителей НПВ подвергается тоже значительно большому риску инфицирования ВИЧ. Это тоже одна из таких актуальных проблем. Программы лечения неэффективные. Люди, которые идут на лечение, они потом возвращаются все равно к употреблению. И здесь тоже есть, как бы, нехватка знаний и понимания, насколько серьезна проблема. И вообще, как бы, знаний, как надо помогать для людей, которые употребляют новые психоактивные вещества. Какие есть вообще программы лечения, не знаю, может, в других странах и все остальное. А НПВ рекламируют в публичных местах. Я уверена, что все те, кто живут в Казахстане, вы точно видели на улицах Казахстана, на стенах какие-то трафареты, да, где просто идет реклама телеграм-каналов, где продаются вот эти новые психоактивные вещества. Также те люди, которые ежедневно употребляют НПВ, они сталкиваются с психическими проблемами. Вот как раз НПВ очень влияет на психическое здоровье человека. Это паранойя, агрессия. Мы дальше будем про это все говорить. И вот еще актуальность проблемы в том, что новые психоактивные вещества люди мешают с различными другими веществами. Это идут большие комбинации разных веществ, просто миксируют разные вещества. Один из вопросов тоже исследования, который почему-то не все исследователи вообще задают для людей, это почему люди начинают употреблять новые психоактивные вещества. Какие причины, что человек вот просто, не знаю, или переходит из этих классических наркотиков на новые наркотики, или начинает просто употреблять новые вещества. Так здесь вот мы выделили, может, таких шесть главных категорий. Это первое, это невысокая цена веществ. Да, реально вот новые психоактивные вещества, они не такие дорогие, как традиционные классические вещества. А некоторые респонденты, которые на ЗПТ-программе говорили, что практически невозможно выявить во время медицинских обследований, что человек употреблял новые психоактивные вещества, потому что тесты, которые есть во время медицинских обследований, они имеют какой-то очень маленький список новых психоактивных веществ, и всего идентифицировать невозможно. Ну и, как вы знаете, каждый день появляются новые психоактивные вещества, их формула меняется, и это просто было бы очень сложно тоже протестировать и найти во время медицинского обследования. Любопытство. Это, может, больше для молодежи, для тех, кто никогда не пробовал, и сейчас вот просто очень простый способ потребления. Можно найти, увидеть на улице, зайти в телеграм-канал, купить. Доступность покупок через интернет, как я и говорила, просто если у тебя есть ссылка, если ты знаешь, как бы идти в этот Даркнет или в телеграм-канал, ты входишь там и все очень просто, как бы, покупаешь. Казахстан недалеко от Китая и России. Как мы знаем, Китай — это один из самых больших рынков новых вот этих синтетических веществ, потому тоже много веществ из Китая и России, приходят в Казахстан, и, ну, как бы, они очень доступны. И, может, еще один такой интересный факт, что это больше, говоря с теми людьми, которые употребляли опиоиды, что сейчас на рынке очень сложно найти опиоидные вещества, и потому люди из-за того, что не могут найти опиоидов, или они очень дорогие, они начинают употреблять новые психоактивные вещества. Это становится, как бы, альтернатива опиоидам. Но также люди сказали, респонденты сказали, что если опиоиды были бы на рынке, тогда они их употребляли бы и не употребляли бы новые психоактивные вещества. То есть способы употребления, курения и внутривенные инъекции, и это зависит реально от возраста потребителей. Как и говорила, что есть люди миксируют разные вещества, здесь просто список сделан. Так как я вижу, что у меня остались две минуты, я только начала презентацию, я немножко пропущу, но мы вам потом перешлем вот такую интересную информацию. Я больше, может, пройдусь сейчас уже к рекомендациям и больше проговорить про программы снижения вреда, про услуги снижения вреда. Так вот еще в способе приобретения, как я говорила, это мессенджер, это из рук можно покупать, и секс-услуги в обмен на новые психоактивные вещества в чатах, вот в тех же самых чатах, где люди покупают, продают вещества. А мне уже пожалела, что вообще тиму эту подняла. Риски и последствия употребления новых психоактивных веществ. Мы попросили людей просто поделиться, какие есть риски, связанные с употреблением новых психоактивных веществ. Так вот здесь весь список, это галлюцинации, паранойи, психозы, суицидальное поведение, это все связано с психическим здоровьем реально. Еще, например, дышка, дыхательное недостаточности, экземы на теле, абсцессы, ВИЧ распространяется, и быстро развивается толерантность к НПВ. Реально люди могут употреблять то вещество, которое они купили, до того момента, когда то вещество закончится. Это значит, что толерантность очень быстро выращивается, и люди потом идут искать больше того вещества, которое употребляли. А перед дозировкой. И здесь тоже такая интересная тема, потому что большинство респондентов ничего не могли рассказать про передозировки новых психоактивных веществ. Никто не знает никакой информации. Вот только врачи-наркологи немножко поделились, какие могут быть симптомы, но и то не все врачи могли этим поделиться. Ну и, конечно, в сообществе люди просто говорили, что они не обращаются в учреждения психиатрического или наркологического профиля, потому что их ставят на учет. Также большая стима в отсутствии эмпатии и отношения к людей, употребляющих наркотиков. И в самом сообществе тоже не реализуются никакие меры реагирования на случаи передозировок, так как вообще нет никакой информации по этой теме. Это конкретно передозировки от НПВ, имею в виду. Лечение потребителей НПВ. Я думаю, что может, так как я знаю, что, я только не уверена, или у нас участвует Мария Прилудская, но делала очень хорошее исследование в Казахстане по лечению, по вообще употреблению новых психоактивных веществ в Казахстане. Может, мы, когда уже пройдемся через все презентации, может, дадим тоже слово представить больше результатов. Я не буду представлять их. Но как бы лечение потребителей новых психоактивных веществ, там интересны были моменты, что, например, если человек употребляет новые психоактивные вещества, вообще нет такой классификации, как новые психоактивные вещества. Человека тогда ставят или как того, который употребляет канабиноиды по F12, или катиноны, или стимулянты по F15, да? Но это значит, что реально в статистике мы не можем увидеть, сколько детей употребляют новые психоактивные вещества. Хорошая новость, что в Казахстане есть клинический протокол диагностики лечения психических и поведенческих расстройств, которые вызваны употреблением новых психоактивных веществ. Но не все даже врачи-наркологи, с которыми я общалась, знали, что такой протокол есть. И бывают двойные диагнозы, это, например, расстройство, вызванное употреблением наркотиков, да, там, исчезокрения, психоз, и зависимость. Тогда уже смотрят и лечат и нарколог, и психиатр совместно, или просто смотрят, какое из этих расстройств превалирует, да? И доступ к СПТ – это тоже очень актуальная тема, потому что в Казахстане доступ к СПТ при употреблении новых психоактивных веществ тоже невозможен. Если человек, который употребляет опиоиды и является пациентом заместительной поддерживающей терапии, если он употребляет новые, начинает употреблять новые психоактивные вещества, и тест какой-то показывает, человек может больше не получить СПТ, потому что такие все документы на национальном уровне. Потребности потребителей НПВ – это была одна из тем. Мы хотели узнать просто, какие есть потребности для тех людей, которые употребляют новые психоактивные вещества. И выяснили, что вообще-то нужно делить побольше количества инструментария, так как больше инъекций за сутки не сделают. Это не 2-3-4 инъекции, как бывало, не знаю, с традиционными веществами. Это может быть от 15 до 30 инъекций за сутки. Чтобы инструментарий, он был бы разный для употребления новых психоактивных веществ. Много людей сейчас, молодежь, они курят, да? Так может это быть трубка для курения, фильтры или стерильная вода, кукеры для приготовления, витамины, магний, не знаю, бандаж, мази разные. Еще одна из потребностей – это легкий доступ к антидепрессантам и с надпорным средствам в программах снижения вреда. Мы сейчас знаем, что если человек употребляет новые психоактивные вещества, и у него начинается какая-то парамоя, психоз, депрессия, а человек реально, ему нужны антидепрессанты или какие-то средства. Но человек не пойдет к врачу. И потому много сказали, что если такой врач был бы в услугах, в программах снижения вреда, может, мы тогда их решили бы. Потому что это легче нам идти здесь, чем регистрировать, идти в поликлинику, к врачам и все остальное. И большая потребность в безопасных пространствах и компетентных, дружественных, настроенных специалистов. Это психологи, психиатры, но тоже в программах снижения вреда. И так как есть очень большая ненавидность знаний, информации, обучения по вопросам, связанным с НПВ, чтобы было бы разработано больше информации на русском языке или, может, даже на казахском языке, про риски, связанные с НПВ, как помочь человеку при передозировке и все остальные актуальные темы, связанные с употреблением новых психоактивных веществ. И ключевые выводы, еще две минуты, извиняюсь. Так как мы смотрели еще вот всю... Во время кабинетного исследования мы проверяли, какие есть стратегии, планы действий на национальном уровне. И выявилось, что в Казахстане реально нету никакого стратегического документа, который бы решал бы проблемы употребления наркотиков и торговли. И вот одна из наших рекомендаций — это разработать такой стратегический план, документ вместе с гражданским обществом, потому что гражданское общество, они знают, какие есть нужды, как можно помочь, какие альтернативы придумать. И тогда уже, когда этот план уже будет работать, тогда совместно работать, чтобы все задачи его выполнили бы на национальном уровне. Обеспечить периодический сбор данных об употреблении НПВ. Реально про употребление НПВ никаких таких больших эпидемиологических исследований никто не делал. Вот только, может, как я уже и говорила, Мария Прилуцкая интересные исследования делала. Но это такое, как бы, по конкретной тематике, но такие исследования очень нужны, и они должны быть периодические. Никто никогда в Казахстане не делал исследования по употреблению наркотиков среди молодежи или просто посетителей ночных клубов. И мы знаем, что в ночных клубах тоже молодежь употребляет вещества, и это новые вещества. Так, не предусмотрена отдельная категория для потребителей НПВ в классификации МКБ-10. И при этом отсутствует обобщение данных по поводу того, сколько людей стоит на наркологическом учете в связи с расстройствами, связанными с расстройствами, вызванными употреблением новых психоактивных веществ. необходимо также расширить для того, чтобы он соответствовал международным стандартам, это акват ключевых групп населения, и необходимо уделять особое внимание трудноступным группам, а именно МСМ и людям, употребляющим НПВ. Также наши аутрич-работники, они реально работают в большинстве с людьми, которые употребляют опияты, но мы знаем, что наркосцена меняется, поэтому очень важно обучать аутрич-работников взаимодействовать с людьми, которые употребляют новые психоактивные вещества. И, конечно, много людей не хочет идти лечиться, потому что есть наркологический учет, поэтому необходимо тоже исключить его из национального законодательства. Важно очень обеспечить выдачу достаточных объемов игл и шприцов, презервативов, лубрикантов для ключевых группам населения. Разработать таблицу сочетаемости веществ, как миксировать вещества, чтобы они были бы включены, традиционные вещества с НПВ, как они комбинируются, какие есть риски. Необходимо также разработать материалы, информационные просто материалы про употребление новых психоактивных веществ, риски, связанные с этим. Внести изменения в нормативную базу, чтобы люди, которые употребляют опиаты и которые употребляют новое психоактивное вещество, могли бы все-таки получать и остаться в программах ЗТТ. И, как я говорила, программы реально уже устарели, и они должны быть адаптированы к меняющейся наркосцене и потребностям людей, употребляющих новое психоактивное вещество. Поэтому здесь тоже есть весь список, как можно обновить, как адаптировать эти программы. И во время, когда есть передоз, люди не обращаются за помощью из-за страха преследования, потому что если приезжает скорая помощь, колиция тоже может приехать. И вот решение этой проблемы, это надо опять менять политику для обеспечения конфиденциальности и обращения за первой помощи. Все, спасибо большое. Спасибо, Елизавета. И я тогда прошу, если есть вопросы, или вы еще не представились, представиться в чате, передам слово Наталье Рудаквас из форума Лун Казахстан с голосом от сообщества и с презентацией коротко результатов исследования, которое делал форум Лун Казахстан. Наталья? Да, сейчас минутку включаю. Что-то пошло не так. Видно презентацию? Нет пока. Нет пока. Что-то пошло не так. Как мне сделать? Так, я вроде бы дала все вам права. Да. Иллюстрация экрана. Вот, сейчас начинается. Сейчас, минуточку. Будет достаточно быстро. Да, я буду пропускать моменты. У вас очень хорошее исследование было, поэтому я буду покороче. Проблематика и нужды людей с применительственными психоактивными веществами. Ну, немного представлю, да, форум людей, употребляющих Казахстан. Это у нас новая организация в Казахстане, существующая, наверное, с февраля. Но до этого была инициативная группа. Ну, это сообщество людей, употребляющих наркотики. Это же их сторонников, активистов и экспертов в сфере наркополитики, объединившихся вокруг общих целей и интересов. На данный момент это у нас 21 активистов и активисток со сми регионов Казахстана. Почему мы начали, да, работать? Потому что ВИЧ-инфекция у нас находится вроде как в общем Казахстане в концентрированной фазе. Но среди людей, употребляющих наркотики, это распространение 7 и 9, это 8 раз выше 52 и 9. Вот. Поэтому мы озадачились этим вопросом. И существует, ну, достаточное количество стереотипов о людях, которые употребляют новые психоактивные вещества, и мы недостаточно понимаем их реалии жизни и потребности. И сообществом было инициировано проведение исследования, соответствует ли программа снижения вреда, работающая в Казахстане, сегодня потребностям в виде употребляющих психоактивные вещества. Эта идея родилась у нас в сентябре 2019 года, и мы ее реализовали. И коротко, рождение у нас в исследовании приняло участие 91 человек. Ну, как Элиза сказала, у нас наркотики разного, да, опиоты, алкоголь, канализ, трепокомит, синтетические стимуляторы, все имеется. Вот. И мы отметили, что люди, употребляющие опиаты, в 40% случаев на любви с опиатами употребляют стимуляторы. Опрос показал высокий уровень информированности о программах заместительной терапии, программах снижения вреда. Но программы профилактики все-таки больше направлены на людей, употребляющих наркотики инъекционно. Вот. И наркотики, люди, употребляющие наркотики другими способами, находятся вне поля зрения. И вспоминая иерархию снижения вреда, важно отметить, что удержание людей на ненавиционном употреблении является одним из основных компонентов профилактических программ. И на данный момент выход на группу людей, употребляющих новые вещества, да, затруднен даже для сотрудников проектов снижения рисков. Существующие программы не привлекают данную группу, предоставляемые сервисы не соответствуют потребностям людей. Какие подходы в программах профилактики ВИЧ-инфекции нужны? В прошлом, все-таки, большинство, 83,5% употребляют инъекционно. Но наряду с этим, такое употребление вещества курения составляет уже 59,3%. Интересно, что изначально употребляют вещества среди опрошенных назально указали 4,4%, но когда мы, там был такой вопрос, какие инструментарии, какой бы вам пригодился, то вот 15,9% указали, что трубочки для дыхания и пурения, они бы, конечно, приобрели. И все-таки у нас остается употребление нестерильными шприцами. И все, на том, что у нас очень много шприцев, да, и раздаются они повсеместно. На сутки веществ остается процент. 14,5% клиентов программы снижения вещества указали на использование от своего шприца несколько раз. В отношении частоты употребления опрошенных ответителей, что данный фактор зависит от вида используемого вещества, а также с нацио-состояния. Стимуляторы употребляются в основном 12-15 раз в сутки. Это средний такой, мы брали процент. В связи с этим программы снижения рисков необходимо пересмотреть, как уже сказала Лиза, создавать более привлекательный пакет услуг для этой целевой группы. Ну, мы тоже указали, да, и трубочки, фольга для нагрева и курения веществ, одноразовые емкости для приготовления веществ, это вислофетки, инсулиновые иглы. Это те, ну, перечисленные в основном те, которые в большем количестве процентовки были указаны ребятами. Но очень хорошо Лиза, конечно, указала и витамины, и безопасные пространства, ну, о чем мы только можем мечтать, да, в нашей стране обучения. И хотелось бы, конечно, еще здесь взаимодействия с правоохранительными органами по перенаправлению, так как люди, наверное, в большей степени могут перенаправлять. Консультирование по вопросам передозировок, стимуляторами и опиатами. 39% опрошенных предпочитают употреблять наркотики в одиночестве, что повышает риск не получить помощи в ситуации передозировки. Администраторам проектов необходимо обратить внимание на этот факт на регулярной основе включить тему профилактики передозировок опиатами и стимуляторами, алгоритм оказания помощи. Настораживает информация о личных способах переживания и абстиненции. Люди употребляют опиаты после стимуляторов, 31,2% указали, и стимуляторы после опиатов. Очевидно, что консультировать по теме снижения риска, по минимизации употребления веществ в разных группах критически важно, так и иметь специально разработанную литературу по данной теме. Знание признаков передозировки опиатами и стимуляторами. 28% опрошенных не знают признаков передозировки стимуляторами. Подавляющее большинство опрошенных, 95% владеют знаниями об основных признаках передозировки опиатами, но 11% не имеют информации о том, где можно получить налоксон и пройти обучение по его применению, хотя эти 11% являются клиентами программ для снижения вреда. И только 4,4% опрошенных указали на опыт использования налоксона в ситуации передозировок опиатами. Опрос также показал, что употребление новых психоактивных веществ есть лишь поверхностные знания о программе заместительной терапии. Основные знания, что это наркотический препарат, и что он применяется в наркологии. Знания о замещающем действии, о целях программы понимают всего лишь 10%. Существует необходимость проведения интенсивной опрошенной работы в отношении потребителей новых психоактивных веществ. Доступ новых людей в программу профилактики станет более эффективным, если информация об услугах будет распространяться через интернет-ресурсы, аптеки, мобильные, пункты, ночные клубы. Также рекомендуется учитывать виды употребляемых веществ клиентами программы профилактики, когда планируется закуп инструментария, или планируется, какие услуги будут предоставлять. И планирование программы обязательно должно подкрепляться оценкой потребностей людей, употребляющих наркотики, проводимой на ежедневной основе силы и сообществ. 50% опрошенных практикуют смешанное потребление опиоидов и новых психоактивных веществ. И сейчас мы говорим о необходимости расширения программы заместительной терапии в регионах, чтобы эффективные программы заместительной терапии должны охватывать не менее 30%. О чем мы говорим, наверное, уже давно. У нас даже 1% не охватывает на данный момент программа заместительной терапии. Также обеспечить техническую поддержку, открытие новых сайтов заместительной терапии, вести прием пациентов, имеющих опиоидную зависимость. И если есть смешанная полинаркомания, расширить линейку препаратов, обеспечить непрерывный доступ к препарату, метадон при госпитализации в медицинские учреждения, что является также таким барьером, когда у нас приходится или выходить с программы при госпитализации, или люди затягиваются своими заболеваниями и уже в таком запущенном состоянии обращаются в больницы. Информировать людей, использующих психоактивные вещества, на программе заместительной терапии через врачей-наркологов, амбулатурной, стационарного лечения, наркологическая служба. Что тоже у нас, ну, как-то так делается, не повсеместно, так скажем. Употребление психоактивного вещества в сексуальной практике. Бостоверно неизвестно, какое количество входит в группы. И стоит отметить, что в каналах распространены приложения о употреблении вещества в обмен на сексуальные услуги для девушек. И данный вид пользуется популярностью. Группа респондентов в возрасте от 16 до 35 лет практикует групповое употребление вещества, и многочисленные сексуальные контакты не учитывают при этом риски и последствия. Группы, конечно, постарше, от 35 и выше. Ну, это, как правило, имеют семья и уровень их знаний о важности использования презервативов выше. Ну, защищают себя от рисков. Ну, вот о чем Лиза и говорила, да, у нас молодежь, как бы, остается не защищена в этом плане. В сексуальной практике после употребления синтетических веществ могут быть травмоопасны. Частота половых актов возрастает. Естественно, уровня смазки становится недостаточно. И, как рекомендация, мы говорили о... что необходимо развивать сервисы, направленные на сохранение сексуального репродуктивного здоровья женщин, употребляющих разный, наверное, вид наркотиков. Привлекают доверенных медицинских специалистов, обучают консультантов проектов. Снижение вреда специфическим темам консультирования, выдавать расходные материалы в большом количестве, лубриканты, женские претервативы и так далее. Наташ, время. Да. Это я уже заканчиваю. И вот последний слайд у меня. Что мы сделали с силами сообщества. Мы весной, наверное, начали запускать онлайн-платформы информационные, где мы привлекали ребят, которые употребляют новые психоактивные вещества, любые виды наркотиков. И на этих платформах ребята могут получить ну, в любую минуту, наверное, консультации по принципу равны равному, правовые консультации, направления в дружественные организации для получения помощи, возможно, социальные сопровождения. Сегодня в платформе охватывают около 400 людей. Но в основном это у нас в Карагандинской области случилось, что у нас большая часть консультантов с той области. И ребята привлекали. Но мы хотели бы, конечно, это распространить на весь Казахстан. Ну, так, может, Валентина добавит. Спасибо. Вот как раз я хотела передать слово Валентине Манкеевой, чтобы тоже из форума Лун Казахстан, чтобы немножко, очень коротко рассказать про то, какой есть опыт внедрения этих услуг. Пожалуйста, Валентина. Спасибо, Аня. Всем привет. Меня зовут Валя Манкеева. Я являюсь активисткой в форуме людей, употребляющих наркотики. Ну, мои коллеги уже сказали о том, мне посчастливилось участвовать в этом исследовании вместе с Элизой. Было не просто, хочу так сказать, достучаться до людей, которые где-то реализуют, ну, так скажем, государственные программы. Людям непонятно, почему мы это делаем. Ну, было непонятно. Но, в принципе, исследование получилось очень интересным. Ну, и, так сказать, сейчас для всех доступным. Если говорить о платформах, в Даркнет, ну, мы, как бы, предпосылки, ну, как бы, общения уже с людьми начались еще в рамках двух проектов в прошлом году. Это проект Евросийской ассоциации снижения вреда. Спасибо вам за это. И вот так мы пришли к тому, что мы выиграли такой, ну, мини-грант. Это в рамках проекта «Мы не покончим со СПИДом. Без снижения вреда». И это проект равный консультаций, равный равному в соцсетях. Ну, в общем, если там говорить, как мы заходили. Ну, зашли на платформы. Очень много я говорила о себе, рассказывала. Заходили в наркочаты, откуда нас сливали периодично. Потом мы создали два канала. Сейчас они активно работают. Вот о чем Наталья сказала, порядка 400 человек у нас есть. Это ненакручные подписчики. Как обычно, это в Даркнет происходит. В общем, это реальные люди, которым интересно то, о чем говорят наши каналы. Ну, также мы имеем доступ к магазинам. Ну, то есть, ну, к ним, в принципе, имеет доступ любой человек. Это вот где продают вещества, например, да, или там где, ну, люди просто общаются. Что хочу сказать, что люди, не все люди к нам заходят, но люди в каналах дают обратную связь. У нас есть возможность раскидывать свою информацию. И люди говорят, что это очень полезно и очень надо. Перед вот данным семинаром мы, ну, вот этим Zoom, мы делали такой небольшой опрос за два дня среди своих участников, ну, каналов, ну, и вообще, в принципе, в Даркнете. И спросили, ребят, ну, какие вот прям у вас сейчас проблемы? В принципе, мы их все сегодня озвучивали, и, возможно, я повторюсь, но сказать, конечно, хочу. Основное, это, наверное, отсутствие безопасного пространства, о чем уже говорили, потому что оно необходимо, и людям, в принципе, некуда пойти, не с кем поговорить. И где-то получить какие-то такие базовые услуги, так скажем. Проблемы с полицией, ну, и я хочу сказать, проблемы у самой полиции, потому что мы сейчас же говорим о методах реагирования, и полиция, в принципе, ну, это, наверное, тоже не их вина, и надо, может быть, какое-то наладить взаимодействие, как рекомендация, если можно так сказать, о том, что, ну, как вести себя с такими людьми при передозировках, ну, в том числе. Общаясь с молодежью, молодежь мне сказала, что это вообще проблема, потому что если бы мы пошли копать, закапывать в котенках, похоронить, а нас остановилась полиция, и как бы предъявили нам то, что мы там зарываем закладки, ну, вот уже такого, наверное, параноид все, так скажем. Ограничен доступ к программам снижения вреда. Люди вообще, в принципе, мало очень знают о программах снижения вреда, им некомфортно идти в тот же центр СПИД, у них нет доступа выхода, ну, многих науточных работников. Можно сказать, это два разных поколения, те, которые употребляют пиад, которые употребляют психоактивные вещества. Проблемы с жильем, с едой, с работой люди отметили, психологические, душевные, вследствие физиологические, потому что там возникают разные. Нет обязательного социального медицинского страхования. Остался один, многие на это указали. Был даже, люди сами добавили вопрос, то есть такую проблему, как сами наркотики и зависимость для них являются проблемой. Вот, в рамках также нашего проекта мы запустили такой мини-проект «Честный разговор про ВИЧ», потому что очень мало люди говорят именно в «Даркнет», о «ВИЧ». Ну, это в отличие от, например, российских каналов. Очень хотела сказать, кстати, большое спасибо, потому что здесь есть представители. И мы очень многому учились у фар, в частности, и вообще учимся, берем информацию мы очень много с российских таких каналов и чатов. Потому что в Казахстане, если, например, гуглишь какую-то там, ну, по веществам или там что с чем смешано, в основном это заблокированные сайты, то есть информация неправильная, неугодная, ну, так скажем. Это тоже, я считаю, как бы, ну, неправильно. Ну, в рамках вот этого «Честного разговора про ВИЧ» мы даем базовую информацию, и мы отметили то, что люди, в принципе, людям интересно. Но это мы видим по количеству просмотров и по количеству обращений в личку, так скажем. Что мы делаем? Ну, то есть мы оказываем услуги консультирования по веществам, то есть мы берем информацию и рассказываем, делаем это в виде таких красивых постов, информацию о медикаментозной поддержке, также о тестировании на ВИЧ, также, ну, у нас есть услуги перенаправления, то есть мы перенаправляем, сопровождаем. У нас были госпитализации, в рамках карантина мы это активно делали, и нам удалось госпитализировать людей, хотя это было большой проблемой. Вот, ну, информируем о веществах, о безопасном употреблении, также в рамках проекта у нас есть юрист, с которым люди могут доступно пообщаться, в личку, и, ну, перенаправление сопровождения я уже сказала, в принципе. Спасибо большое, Валя. Я надеюсь, что те, у кого есть вопросы уточняющие и по нашему исследованию, и по вот этому проекту, по интервенциям, которые уже существуют в Казахстане, могут задать вопросы в чате. А сейчас, да. Можно минутку еще вот, секундочку прям, я хотела сказать о большом нашем успехе, о том, что мы привлекали волонтеров, да, это люди из, людей из чатов, которые употребляют новые психоактивные вещества. И нам удалось, в общем, помочь людям, и у нас есть человек, и люди активно волонтерят, распространяя информацию, это очень важно. И сейчас один человек, мы очень помогли им, и он теперь у нас в проекте. Это для нас, ну, класс. Спасибо. Я хочу сейчас передать слово Жанатко Смухамедовой из регионального офиса UNODC, Управления Организации Бедневных Наций по наркотикам и преступности для обзора того, как подход, международных подходов к проблематике. Жанат, вы можете говорить? Давайте проверим микрофон. Да, я вас слышу. Вы меня слышите? Да. Замечательно, очень здорово. Добрый день. Спасибо большое, что приобщили нас к этой дискуссии. Она для нас очень важна. Важность темы уже озвучили, я не буду не повторяться. Я просто хочу сказать, чем UNODC занимается и почему. В принципе, мы начали эту проблему обсуждать. Мы начали ее обсуждать еще в 2013 году. К сожалению, когда работают с разными материками и странами, в принципе, приходится согласовывать свои действия со многими странами, участниками нашей организации. И вот результатом всей нашей работы... Можно тогда слайды просто показать? Я очень быстро пройдусь по ним, а потом просто скажу, что мы делаем. Анна? Как я говорила, в 2013 году мы начали, в принципе, заниматься проблемой употребления новых психоактивных веществ и стимуляторов и витаминного ряда. И связанным с этими рисками для ВИЧ в 2018 году был сделан... Полностью были собраны все доказательства вот именно риска ВИЧ и вот использования среди людей, кто использует стимуляторы и новые психоактивные вещества. Этот список представлен здесь. Здесь рассматривали три вида. Кокаин, новые психоактивные вещества и стимуляторы витаминного ряда. Был собран полный список доказательств, что работает как профилактика ВИЧ. Можно следующий слайд. Был создан такой документ, который называется тренинговый модуль именно для тех, кто предоставляет программы, для руководителей программ национальных и местных уровней. О чем говорилось в этом? Можно следующий слайд. В этом инструменте. Об основных вмешательствах, которые доказали свою эффективность именно для профилактики ВИЧ. Вот эти восемь интервенций. Почему я сейчас говорю об этих интервенциях? Потому что мы провели две региональные встречи, одну в 2018 году. И тогда мы привлекали три страны. Поскольку я в восточном регионе, нахожусь у нас в три страны. Мы привлекали и полицию, мы привлекали и Министерство здравоохранения, мы привлекали ключевые группы, мы привлекали именно сервис-провайдеров, не правительственных организаций. И был очень хороший диалог. Именно мы тогда рассматривали, что будет работать на региональном уровне. И в 2019 году, в прошлом году, мы привлекали только, мы позвали именно представителей ключевых групп. Когда я говорю о ключевых группах, мы не говорим теперь люди, употребляющие наркотики. Мы говорим о людях, которые употребляют стимуляторы афетаминного ряда. И независимо, каким образом это употребление идет, инъекционным, инъекционным. Мы говорили о тех, кто употребляет рекреационные наркотики. Поэтому представители ключевых групп у нас были и с представителями разных групп. И секс-работников, и людей, употребляющих наркотики, и МСМ-группы, и трансгендеры и так далее. Значит, в чем заключалась цель вообще всех этих дискуссий? О том, чтобы дать нам именно толчок, что нужно нам делать на региональном уровне. И здесь мы уже вышли за рамки Восточной Европы, мы говорим о Центральной Азии. В этом году при помощи ЮНЕЙДС мы всегда работаем вместе. Мы сделаем следующее мероприятие. В Украине, Белоруссии и Молдове, в Украине и Молдове уже закончилась оценка именно нужд в лечении услугах среди людей, потребляющих много психоактивных вещества. И здесь мы брали и секс-работников, и их клиентов, и актритационные, и вот все группы, которые я упомянула. Мы хотели понять, чего не хватает именно для ключевой группы, для того, чтобы они шли к услугам. Все эти страхи и барьеры уже были озвучены здесь, я не буду их повторять. Какой у нас следующий шаг? В Казахстане, кстати, исследование это начинается, также оно будет проведено и в Кыргызстане, и в Узбекистане. Какой у нас следующий шаг? Мы сейчас вместе с присутствующим здесь Алексеем, который будет работать с нами, и учитывая его уже достойный опыт в этой области, мы будем разрабатывать именно веб-оутричьи услуги, и у нас будет несколько электронных таких инструментов. Первый инструмент это такой электронный ресурс, куда мы выставим все существующие и доработанные нами инструменты, именно целевая группа будет сервис-провайдеры. А помимо этого, у нас каждая из этих интервенций, из восьми, будет плюс, еще, наверное, у нас будет несколько, две-три интервенции связаны. Я не уверена, что мы сможем здесь говорить о тестировании на наркотики, но в принципе мы будем их это упоминать, обязательно преп. Будет несколько анимационных таких мультипликационных видеороликов по две минуты, по две с половиной минуты именно для сервис-провайдера, как предоставлять эти услуги онлайн. Помимо вот этих всех электронных ресурсов, они будут у нас на специальной страничке EONODC в прямом доступе. У нас будут кнопочки для каждой страны, которая участвует в этом региональном нашем, так скажем, инициативе. Мы дадим возможность перевести это все на местные языки, если есть необходимость. Помимо этого, по результатам нашего исследования в Украине и в Молдове, мы понимаем, что у нас должны быть какие-то инструменты, какие-то материалы, которые мы будем публиковать и предоставлять через сервис-провайдеров. Помимо этого, у нас предусмотрены тренинги для сервис-провайдеров. Относительно лечения именно расстройств, связанных с употреблением новых психоактивных веществ, я хочу особенно остановиться. К концу года мы планируем в трех странах – Украина, Беларусь и Молдова – разработать клинические протоколы лечения. Мы делаем это совместно с Европейским Союзом и МСБТЕ. Это, в принципе, и на последнем этапе мы уже разрабатываем сам клинический протокол и, так скажем, стандартные операционные процедуры. Я думаю, на базе всех этих, в принципе, результатов, которые мы получим здесь, в Восточной Европе, мы это, естественно, будем адаптировать и в Центральной Азии. Моя коллега Гульнур, она более подробно представит, что будет в Казахстане. И, в принципе, наши, как бы, конечные цели, вот, в 2020 году, но нам помешал ковид, мы думали, что мы будем пилотировать этот пакет услуг в городах ускоренного реагирования, United of Astro City, в каждой стране, вот, из этих три Центрально-Азиатские страны и три Восточно-Европейские страны. Я не знаю, как с этим у нас будет, возможно, мы начнем это в конце, в начале следующего года, но вот, вот этот спектр мероприятий, которые мы планируем сделать. Онлайн-консультации и, значит, консультации врачей мы тоже, в принципе, предусматриваем, и также и обучение для медицинских работников именно в предоставлении онлайн-услуг. Спасибо большое, Жанат, очень кратко и емко, и я надеюсь, что мы договоримся про следующую консультацию, когда сможем обсудить уже и рекомендации, и программы. Я сейчас передаю слово и, наверное, расширю экран, чтобы Гульнур могла поделиться теми результатами, которые собраны в связи с ковидом. Пожалуйста, Гульнур, вам слово. Большое спасибо, Ганна. Да, я продолжу то, что сказала Жанат. Действительно, в Казахстане предусмотрен ряд мероприятий, которые будут посвящены проблеме новых психоактивных веществ. Вообще, эта тема активно начала подниматься в Казахстане в прошлом году, и вот благодаря общим усилиям, среди которых я хочу отметить усилия, которые были приложены сообществом, в 2020 году у нас при поддержке ЮНЕЙДС проводится ряд мероприятий, которые направлены на изучение проблем, связанных с употреблением новых психоактивных веществ. В феврале этого года у нас прошел тренинг для клиницистов, для врачей, где рассматривались вопросы лечения в зависимости от новых психоактивных веществ. Также консультант дал свои рекомендации по доработке клинического протокола. Касательно тех мероприятий, которые мы будем проводить при поддержке ЮНЕЙДС, это вот исследования, оценка нужд и потребностей людей, употребляющих новые психоактивные вещества. Потом также будут внедрены те инструменты по веб-аутричу, о которых говорила Жанат. И также было проведено очень интересное исследование, результаты которого я хочу вам представить. Я выключу видео, чтобы оно не сказывалось на звуке. То есть были собраны данные, которые касаются относительно недавнего периода, через который мы все с вами проходим. Это внедрение ограничительных мер, связанных с коронавирусной пандемией. И вот это исследование, оно было направлено на то, чтобы выявить особенности влияния ограничительных мер, внедренных в стране в связи с коронавирусом, на интернет-продажи нелегальных психоактивных веществ в рассматриваемых странах. В исследовании участвовали такие страны, как Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Украина, Узбекистан. И оно было проведено такой организацией, которая называется Драгстад, при финансировании УНПО. Исследование основывается на информации, которая была собрана из девяти источников в Даркнете и Клирнете, таких как Гидра, Легалайзер, Юнион, Легаларси и так далее. И для того, чтобы эти данные собирать, была написана специальная программа, которая в автоматическом режиме собирала необходимую информацию. Если говорить о том, как происходит торговля нелегальными психоактивными веществами, то нужно в первую очередь упомянуть Телеграм. Это один из самых популярных способов продажи наркотиков. И розничная торговля через этот мессенджер находится на одном уровне по популярности с такими торговыми интернет-площадками, как, допустим, Гидра. Самая популярная торговая интернет-площадка – это Гидра. И отзывы, которые оставлены на ней, свидетельствуют о начале продаж через эту площадку в 2016 году в Алматы. Затем в 2017 году присоединилась Караганда к этой площадке, в 2018 году – Талдыкурган, и уже в 2019 году присоединились целых 13 городов. Такая площадка, как Юниен – это сравнительно новое явление. Первые отзывы о продажах в Казахстан появились в декабре прошлого года. Популярность таких форумов, как Legalizer, LegalRC и RC Club также возрастает. Если в 2016 году активных дилеров было всего два, в 2017 – пять, то в 2020 году их уже было 30. Следующий слайд, да. Касательно самых популярных наркотиков, можно сказать следующее, что ими являются мифедрон, соцветие каннабиса или шишки и альфа-ПВП. Мифедрон – это самый продаваемый через гидронаркотик. За все время работы данной площадки было оставлено более 17 600 отзывов, что составило 42% от общего количества сделок. О продаже шишек было отставлено 6700 отзывов. Интересно то, что 94% от общего количества продаж было совершено в Алматы. Это говорит о том, что в других городах данный наркотик продается либо через Телеграм, либо его очень легко можно купить с рук. Касательно альфа-ПВП было оставлено 8500 отзывов за все время работы гидры. Но интересно то, что его доля уменьшается с каждым месяцем. И если в 2019 году было более 30 продаж, то в 2020 году доля продаж сократилась до 10-15%. К остальным наркотикам, которые продаются на данной площадке, относятся такие наркотики, как N-BOM и MDMA. Их доля в общем числе продаж составляет 13%. На следующем графике вы можете увидеть количество отзывов в Казахстане на гидре по месяцам и городам. И если вы обратите внимание на апрель 2020 года, то видно, что продажи резко упали. Это связано с внедрением ограничительных мер по передвижению. И затем также резко возросли в мае, когда эти меры были сняты. Интересный вопрос касательно цен. Сколько данные наркотики стоят? Сколько их можно купить? Следующий слайд, пожалуйста. Цены на гидре, на основные психоактивные вещества, мифедрон, альфа-ПВП и соцветия каннабиса, колеблются от 30 до 34 долларов. Из психоактивных веществ, популярных на площадке, самым дешевым оказался гашиш. Его цена 18 долларов, поскольку он производится внутри региона. Объемы продаж, если в 2018 году объем продаж составил 990 тысяч долларов, в 2019 году 3 миллиона, то есть достаточно весомый рост. И в первые пять месяцев 2020 года объем продаж сократился и составил всего 455 тысяч долларов. То есть, если, допустим, в 2019 году среднемесячный объем составил 250 тысяч долларов, то в 2020 году объем продаж упал до 91 тысячи долларов в месяц. И средний чек пользователей из Казахстана колеблется в пределах от 27 до 36 долларов. Следующий слайд, пожалуйста. Да, вот на этом графике наглядно представлены цены. Самым дорогим является кокаин, потому что его поставлять очень долго. То есть, вот эта цепочка поставки очень долго, естественно, цена возрастает. Дальше. Следующий слайд. Касательно карантина и его влияние на объем продаж. Была замечена общая тенденция, что вследствие введения режима самоизоляции в начале продажи растут из-за того, что людям нет необходимости выходить на работу или на учебу, а затем возвращаются к средним еженедельным показателям. Введение мер, которые ограничивают передвижение, ведет к тому, что продажи резко падают. И в первую неделю был замечен минимум продаж. Ну и затем ежедневно все равно продажи возрастают. После снятия карантинных мер замечено то, что продажи вновь возвращаются предкарантинным значением уже через несколько недель. Вот на следующем слайде на графике обратите внимание на количество новых регистраций пользователей в Казахстане на ГИБРе. Видно, что в апреле произошел спад, когда были введены ограничительные меры по передвижению, и в мае опять количество новых пользователей возросло. На следующем слайде вы увидите объемы продаж по самым популярным психоактивным веществам. Вы видите, что вот мифедрон и шишки, они в принципе у них вот эти кривые, а динамика похожа. Объемы продаж мифедрона в первые три месяца года оставались стабильными. Каждые 30 дней оставлялось более 1300 отзывов. В апреле с введением ограничивающих передвижение мер объем упал на 33%, но после того, как их сняли в мае, уровень достиг своего предкарантинного значения. Объемы продаж каннабиса на ГИДРе относятся практически исключительно к Алматы. Как я и ранее говорила, 91% всех продаж в марте был в Алмате, и 95% в апреле тоже был в Алмате. Интересным в сравнении с этими двумя наркотиками выглядит кривая, которая говорит нам о продажах альфа-ПВП. Тут вы видите, что продажи уверенно идут вниз с января по апрель. И в апреле продажи упали на 80% в сравнении с январем. В мае продажи выросли, и падение по сравнению с январем составило уже лишь 50%. Дальше, также вот продолжу касательно объема продаж мифедрона. В разрезе по регионам тоже очень интересная информация к размышлению. Вот значительное падение было замечено на северо-востоке и относительно устойчивое состояние на юге. Значит, в Нур-Султане объем продаж упал почти на 78%, в Павлодаре тоже на 78%, в Караганде почти на 72%, в то время как в Алматы объем снизился всего на 10,5%, а в Шенкете почти на 20%. Это дает нам возможность предположить, что на юге есть лаборатории по производству мифедрона и их отсутствие на севере. Ситуация с каннабисом аналогична ситуации с мифедроном. Продажи в Алматы снизились незначительно, а продажи в Нур-Султане полностью исчезли. Если в марте было оставлено 40 отзывов на Гидре, в апреле 9, то в мае вообще ни одного отзыва. Выводы тоже, естественно, схожи. То, что производство каннабиса расположено благоприятно по отношению к Алматы и неблагоприятно по отношению к северным городам. Объемы продаж альфа-ПВП упали. То есть здесь мы видим такую тенденцию, которая вполне понятна с экономической точки зрения. Спрос сохраняется, предложение сокращается. Естественно, цены растут. Допустим, за упаковку 0,3 грамма цены выросли от 16 долларов до 25 или даже до почти 38 долларов. То есть выросли до 130 процентов. И цена составила, допустим, в октаву 51 доллар, а в октобе 65 долларов. Цены на упаковку в полграмма выросли на 72-140 долларов. И тут интересно сравнить ситуацию в параллеле с Россией. Там также упали продажи на 37 процентов в связи с тем, что были закрыты несколько крупных лабораторий. И рост цен вырос, составил 22 процента. В Казахстане также объем продаж сократился в феврале, упал на 19 процентов, в марте на 31 и в апреле на 66 процентов. Что говорит нам о том, что в Казахстане альфа-ПВП на значительной мере импортируется из России. По крайней мере, тот альфа-ПВП, который продается на Гидре, он импортирован из России. Можно попросить вас перейти к выводам общим? Да, да, конечно. Хорошо. Ну и общие выводы таковы, что в Казахстане система продаж основана на закладках, и, естественно, такая система полностью зависит от возможности людей свободно передвигаться. Ввод карантина без введения режима самоизоляции оказывает кратковременный эффект увеличения общего числа продаж. Рынок интернет-торговли мефедронов быстро адаптировался к изменениям в Алматы, но сильно сократился в других регионах. Опять же, это говорит о наличии лаборатории рядом с Алматой. Похожая ситуация с каннабизом, и в отношении альфа-ПВП можно сказать, что значительная часть, которая предлагается на Гидре, импортируется из России. Вот таковы краткие выводы. Спасибо за внимание. Спасибо вам большое за информацию, и она очень актуальна. Уже видим вопросы в чате, но я сейчас еще предоставлю слово Алексею Лахову для обмена опытом рассказать, как вы делаете профилактику и какой у вас есть опыт. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, добрый день. Меня зовут Алексей Лахов. Я заместитель директора фонда «Гуманитарное действие». И хотел бы в первую очередь поблагодарить за возможность принять участие в сегодняшнем вебинаре, поделиться нашим опытом. Я понимаю, что времени осталось уже не так много, поэтому постараюсь говорить емко и кратко, тем более, что презентацию можно будет потом получить в рассылке. Я назвал сегодняшнее выступление веб-кутрич в контексте снижения вреда среди потребителей НПВ, понимая, что опыт НПВ в первую очередь, конкретно в Санкт-Петербурге, мы подразумеваем синтетические катиноны. Это одни из наиболее популярных в настоящее время на наркостене Петербурга наркотиков. Под этими синтетическими катинонами я в первую очередь имею в виду мефедрон и альфа-ПВП, потому что другие популярные наркотики в Петербурге – это каннабис, гашиш, уже достаточно непопулярные опиоиды, такие как метадон, хотя все равно еще есть группа, достаточно приверженная к приему этих наркотиков. Но, тем не менее, сейчас у нас неформально мы, может быть, можем называться даже такая стимуляторная столица России, что ли. У нас в основном употребляются психостимуляторы, особенно в группе именно таких молодых потребителей, то есть в возрасте от 18 до 30 лет. И немножко остановлюсь на трендах, которые лично мы заметили, проведя исследования в 2019 году, что есть молодые начинающие потребители мефедрона, которые употребляют для секса в основном, да, невнутривенные эти наркотики. Есть группа МСМ, которые употребляют мефедрон чисто для секса. Есть молодые потребители мефедрона, которые уже не ориентированы на секс, но больше на самый эффект мефедрона, и это именно те ребята, которые вот сейчас начинают практиковать индиционное наркопотребление. Вот молодыми я имею в виду от возраста лет от 18 до 24 лет. Есть уже наркопотребители, скажем так, среднего и старшего возраста, то есть от 25, а даже скорее от 30 до 45 лет, они уже имеют опыт индиционного употребления опиоидов, как правило, это героин и метадон, поскольку они начинали в начале 2000-х годов все это делать. И вот сейчас они уже переходят, например, в данном конкретном исследовании на альфа-ПВП, как раз потому, что устали от метадона и хотят уже найти какие-то новые ощущения, опять же, зависимо, ну, на основании их ответов мы сделали этот вывод, да, нежели для секса. И есть вот наркопотребители мужчины, тоже отдельная такая группа, это более старшего возраста, это потребители, так называемых, которые начинали со старых стимуляторов, так называемых, да, Джефф Винт, это конец 90-х, начало 2000-х годов, и они помнят прекрасно о том, что эти стимуляторы также способствовали сексуальному раскрепощению, да, так же, как сейчас, например, этому способствуют альфа-ПВП и мифедрон, и они, поэтому, собственно говоря, употребляют их для того, чтобы добиться схожего эффекта, но при этом они также имеют опыт индиционного опиоидов. Это, на этом слайде представлен портрет участника, скажем так, программ нашего фонда, да, это было сделано на основании анкет по тестированию на ВИЧ среди 560 человек, которые прошли в этом году, и вот обращает на себя внимание, да, что около 30% это потребители непосредственно мифедрон, альфа-ПВП и солей, то есть, ну, вот, без уточнения названия, да, непосредственно наркотика, ну, вот солями, как правило, принимаются, это вот мифедрон, тот же самый вот альфа-ПВП, и мы видим, что, опять же, да, все равно, несмотря вот на все эти новые изменения наркосцены, нашими основными клиентами, скажем так, участниками наших программ являются именно потребители опиоидов, и в частности метадона. И это очень важный момент, на котором я бы хотел заострить внимание, да, вот несмотря на то, что новые, так сказать, потребители к нам приходят, да, и вот на графике справа можно увидеть, что возраст, например, потребителя мифедрона, он там средний, допустим, составляет 27 лет, да, при этом метадону уже порядка 40, то есть мы видим и такую возрастную разницу, но тем не менее, большинство наших клиентов — это люди, которые употребляют метадон, это люди, которые делают это достаточно давно, и это как раз-таки является для нас, с одной стороны, вызовом, потому что нужно выходить на новую группу потребителей, скажем так, да, и представлять новые уступки, а с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что мы от потребителей опиоидов еще долго никуда не уйдем, просто потому что они так или иначе будут ископаться, и люди, которые вот даже, например, те же самые новые наркотики, они все равно, вот как коллеги из Казахстана тоже отметили, да, они так или иначе употребляют опиоиды для того, чтобы, например, вот, как это называется, сниматься с отходников от тех же самых стипуляторов, например, да, и это то, с чем нам тоже придется работать и как-то вот находить такой баланс между оказанием услуг там старой группе потребителей, да, опиоидов и потребителям новых веществ, вот этих таких альфа-ПВП и метадон, и бифетрон. И в данном случае мы, я не знаю, это на самом деле не новая никакая технология, она еще там с 2013 года применялась с доктором Икс, так называемым, который консультировал на Darknet-маркетмейсах, таких как Сибкроуд и Сибкроуд 2.0, то есть мы это просто называем веб-утречом, по сути это такой метод поиска, установления контакта и вовлечения людей, употребляющих наркотики, вот именно программы снижения вреда с помощью социальных сетей, мессенджеров, форумов и Darkweb-площадок. То есть, по сути, это когда наши веб-утречи выходят в те места, где сейчас можно найти как раз-таки потребителей наркотиков, в нашем случае это преимущественно Гидро и форумы Гидро, да, на которых тоже ведутся очень тяжелые дискуссии и тоже масса вообще полезной информации по снижению вреда, да, по сохранению своего здоровья и других каких-то вещей. И это Telegram, более популярный на сегодня и в России, я думаю, и в странах S&P Messenger, который используется как для продажи наркотиков, так и для их приобретения и для обмена информацией по безопасному употреблению, по снижению вреда от наркотиков и так далее. И когда мы поняли, что это произошло где-то в конце 2018-го, в начале 2019-го года, что основная группа наших потребителей, даже тех же самых потребителей метадона, она все равно находится в Телеграме, она все равно находится на Гидре. Мы начали работу там, мы сделали открытые Telegram-каналы, то есть вот Telegram-каналы, где рассказывается о снижении вреда от употребления наркотиков, в различных сервисах помощи наркозависимым. Там мы просто постим информацию, он не предназначен для какого-то обмена информации. Так и есть отдельные каналы, которые посвящены именно графику работы наших фондов и наших мобильных пунктов и всяким другим вещам. А есть закрытый чат, непосредственно для участников программ фонда. Это как раз то место, куда они могут прийти для того, чтобы обменяться информацией какой-то, запросить от нас информацию, узнать подоверенных врачей, например, как госпитализироваться в ГНП, это в городскую наркологическую больницу, как получить налоксон, например. Какие там шприцы входят на вопрос снижения вреда и так далее. То есть это такая достаточно живая площадка для общения между сотрудниками фонда, между нашими веб-вот речами и участниками наших программ. Там уже почти тысяча служивых участников, которые как раз занимаются непосредственно решением этих вопросов. Также мы создали Telegram-бот по передозировкам. Вот вы видите, что там уже активные пользователи, больше трех тысяч человек. Там описаны передозировки от различных психоактивных веществ, включая те же самые мифедроны, альфа-КВП, например. Там можно через этот год связаться с наркологом и с равным консультантом по опиатам. Была также вкладка связаться с равным консультантом по солям, но мы ее отключили. Я об этом чуть позже расскажу, почему. Можно вызвать скорую. Там всякие различные интересные моменты, которые связаны с заказанием именно первой для врачебной помощи, до приезда врачей. И вот по поводу этого фото тоже сразу хочу сказать, что мы изначально туда подвестили информацию про разные вообще фармакологические вещества, которые могут способствовать снижению эффектов передозировки, например, в том числе на сомогаторах потом. И многие из этих веществ, они, конечно же, были рецептурными. Мы какое-то время держали эту информацию, потом все-таки ее убрали, решили оставить только те препараты, которые можно купить без рецепта в аптеке, ну или которые могут оказаться в аптечке, просто потому что это, ну, как сказать, все-таки нужно людей ориентировать именно на то, что первая помощь – это должно быть именно вызов скорой помощи, да, а не какое-то самостоятельное, я не знаю, там, оказание вот этих врачебных услуг, так называемых, да. Вот, то есть все-таки, если мы, конечно, не говорим о реализировке опиатом, то есть все-таки, когда вот нужно людей научить того, как правильно применять на вакцину. Вот. Есть у нас также телеграмма консультации врача-нарколога, вот он с нами работает с ноября 2019 года, вот уже по июль 302 человека обратилось к нему. Вот очень интересный момент, да, вот он график привел, что основные обращения – это как раз альтопоглопремия, эфетрон, ожоги сосудов и тромбозы, консультации по вопросам психических состояний. Это тоже касается непосредственно вот людей, которые употребляют стипуляторы, по различным вопросам обеспечения фармпрепаратов, то есть, да, вот, ну, здесь мы можем, на самом деле, пензодиазепины включить, всякие разные, да, вот, и все остальное. И очень интересный момент, то, что большое количество обращений к нему поступает из стран СССР, как раз таки, да, вот из Казахстана, из Украины. Тоже интересный момент. Я думаю, что эту услугу надо расширять, вот, потому что она уже доказала на нашу, как свою состоятельность, вот, и дальше уже мы можем непосредственно взаимодействовать на страновом уровне, да, для того, чтобы действительно как-то эти консультации максимально приблизить потребителям наркотиков из разных стран, вот именно СССР, а не только, допустим, из России. Есть у нас и телеграм-консультации врача-хирурга, вот, ему в личку скидывают, допустим, такие фотографии, да, вот, там была сессия мефедрона, там, думаю, жёг вены нахрен, чем восстанавливать, и вот врач-хирурга концептируют удалённо по этим вопросам, да, вот, естественно, опять же, повторюсь, что первое, о чём мы всегда стараемся говорить о том, что, блин, мы вот тебе можем оказать какую-то помощь, дружище, да, вот, но она будет такая конституционная, то есть это ни в коем случае не отвечает, не отменяет визита лично к врачу, и здесь ещё очень важный момент, что помочь, что ли, подготовиться к этому визиту к врачу, да, для вот уже непосредственно такой оказания помощи в стационарных, акулаторных условиях, да, вот, чем можем, действительно, мы можем помочь. У нас там, допустим, есть и гепариновая масса, и трексирургин мы тоже закупаем, да, вот, для наших программ снижения вреда, вот, но тем не менее, это всё равно имеет определённое ограничение, если у человека уже гниющая нога, там, условно, и там очень сильно там разрушился абсцесс, то, конечно, это вот сразу следует перенаправление в 14-ю больницу, это у нас, которая занимается гнойной хирургией, потому что помощь, вот, реальную такую врачебную хирургическую помощь могут, естественно, оказать только там. Также, вот, проводим мы консультации на Гидре, это мы назвали Dark Web Outreach, то есть там удалось связаться с администрацией, они дали возможность создать тему и писать комментарии, вот, не имея сделок никаких, да, вот, и там, вот, например, одна из последних консультаций, которые я там проводил, да, пришлось покопаться, ответить на вопрос, там, как человек, ну, собственно говоря, какой вред наносит мифедрон, например, на мифедрон, поражённую гепатитом С, например. Вот, ну, интересно, зато удалось найти исследование. Вот, и вот, собственно говоря, как происходит этот веб-аутрич. У нас веб-аутричи — это люди, которые сами являются активными нашими предприятиями, подопечными нашего фонда. И вот Маша Шелест, в частности, она в основном ориентирована на предприятии метадона, поскольку сама является человеком из этой группы, и она вот скидывает информацию о нашей работе по различным чатам, шопов — это, собственно говоря, места в Телеграме, где происходит продажа наркотиков, да, и там есть при них чаты, в которых люди могут пообщаться, там, не знаю, оставятся отзывы и так далее. И эти чаты, как правило, они разделены по районам даже, и вот она, например, когда там наш мобильный пункт выезжает в тот или иной район, она информацию об этом сразу же даёт вот в нарко-чат этого района. Есть много чатов, где там просто люди общаются, я не знаю, там, знакомятся про любовь к животным, по районам точно так же вот такие группы. И очень важный момент — это то, что эти чаты создаются самими наркозависимыми, то есть такая некая экосистема, это можно даже назвать, да, которые людей, чтобы пообщаться, и там тоже можно, вот, собственно говоря, размещать эту информацию, что она и делает. И вот жирным шрифтом я отметил о том, что у нас есть действительно и солевые чаты, но вот очень важный момент — это то, что в солевые чаты мы пока ещё только стучимся, как бы, да, потому что администрация считает, что это не совсем нужно их участие в нашей жизни, да. Здесь опять вот как коллеги из Казахстана уже отметили, как бы вот тоже верно отмечена в исследовании Евразийской ассоциации о том, что правда существует очень большая пропасть между людьми, которые употребляют эпиоиды, например, да, и вот молодыми, скажем так, потребителями наркотиков, которые не хотят ассоциироваться вот с этими программами снижения вреда, которые типа, там, для старых карточков, вот. Ну, это, конечно, нужно менять, но сейчас мы стараемся это тоже делать. И вот здесь тогда перехожу сразу к планам на будущее, к нашим, да, мы, у нас уже был неудачный опыт запуска такого специального чата для препятствий эфедрона, там, других стимуляторов, альфа-ПВП, вот. И в чем была его неудача? Сначала все было хорошо, сначала там была очень такая качественная проверенная информация, там было сразу несколько вопросов речей из категории людей, которые сами употребляют вещества, и они делились такой достаточно грамотной проверенной информацией о том, как как раз-таки сниматься на отходах, да, вот, ну, там, симптомы терапевтизировки и так далее. Но, как и у всех чатов и, в принципе, форумов, всегда есть риск флуда, так называемого, да, то есть сообщение не по типу. И это именно то, что произошло с этим чатом в отсутствии какой-то системы модерации именно, да, вот. Причем модерация не так, что мы тебя сейчас удалим, если ты будешь что-то писать не по делу, да, вот именно такой мягкой, там, и так далее. Вот не было у нас такого количества модераторов, и, соответственно, в конечном итоге количество флуда, которое разрешалось, и количество, там, допустим, советов по тому, как правильно употреблять наркотики, а не по тому, как это делать безопасно, она начала превышать количество полезной информации, и мы этот чат просто закрыли. Но сейчас мы хотим сделать уже вот непосредственно такой канал со своим чатом, да, где будут эти люди все-таки собираться, да, тусоваться, и где мы будем предоставлять для них это качество проверенной информации. Я, кстати, буквально на днях тоже проводил собеседование с специальным вебом-причем из этой группы, то есть девушка 25 лет, там, имеет опыт с определением эфедрона, да, и различные вот именно очень хорошо пишет, и я думаю, что из этого может получиться очень хороший канал и чат. Также мы думаем о том, чтобы адаптировать уже непосредственно наши вот наборы снижения вреда подкупителей НПВ, то есть, возможно, дополнить какими-то таблетками, связанными, там, с восстановлением после марафона, я не знаю, там, батончиками со злаками, витаминками, может быть, принадлежностями для курения, хотя вот непосредственно курительный способ у нас не так распространен, как, допустим, инвестиционный или назальный, но вот трубочки те же самые, да, вот емкости, это все тоже мы будем с нашими подопечными обсуждать для того, чтобы вот наш пакет на стандартные снижения вреда для потребителя биоидов все-таки наконец-то адаптировать вот эту группу, да, потому что разговоры об этом будут уже больше года, но пока мы, по сути, только ощупываем, нащупываем эту сферу. Следующий момент, мы хотим получить медицинские лицензии на психиатрию или психотерапию, потому что у нас уже есть лицензия на медицинскую деятельность и фармацевтическую деятельность, и мы считаем, что если у нас появится лицензия на психиатра, допустим, да, вот, например, или психотерапевта, это, на самом деле, сейчас основной запрос, вот мы когда тоже опросы делаем среди психологов сейчас, у них самый первый запрос, это идет именно у психолога, психотерапевта, психиатра, да, это услуги на получение каких-то вот сонно-бессонников, например, антидепрессантных, тоже как отмечалось уже предыдущими спикерами, да, и мы считаем, что если мы сможем предоставить эту услугу, например, на квалифицирование врачами на основании медицинской литературы, то почему-то и нет, это еще больше приблизит наш сервис к этой ключевой группе. Естественно, мы будем продолжать и расширять веб-богу тричь и онлайн-консультации врачей и психологов, естественно, обязательно нужно прямо вот это, я очень рад, что сегодня мы начали с исследований и очень много говорим об исследованиях, потому что это прямо то, чего не хватает, как исследование самой целевой группы, так и изменение поведения, это изменение наркосцены, для того, чтобы все-таки уметь не просто реагировать на какие-то вещи, а быть еще и более проактивными, так сказать, уметь, может быть, что-то даже предсказывать тренды для того, чтобы именно наши условия адаптировать в связи с меняющимися условиями. И, естественно, в прошлом году мы проводили несколько влайн-тренингов именно по передозировкам не только опиоидами, но и как раз новыми психоактивными веществами. Мы приглашали и фельдшеров в спецспорной помощи, таких достаточно продвинутых в этой области, и они показали очень хороший результат. И мы вот в связи с ковидом были вынуждены в флайне мероприятия такие отменить, но когда все вернется на круги слоя, мы будем прямо вот хотим проводить не менее раза в месяц в различных безопасных местах по всему городу, потому что интерес был колоссальный. То есть приходило реально по 30-50 человек, они не стеснялись, как бы задавали вопросы, и это были именно молодые ребята, скажем так, от 30 лет, мефедрон, альфа-ПВП, все эти запросы. И никуда не девался тот же самый аналаксон, потому что многие из них видят, как, допустим, поднимаешь не ту закладку, там оказывается метадон, или, например, когда у тебя человек снимается с тем же самым метадоном, а потом у него происходит периодизировка, и они все в панике, не знают, что делать, а тут вот есть аналаксон. Это тоже вот то, чему обязательно нужно учить, да, и продолжать, и это никуда еще не денется, еще, я не знаю, лет 10, наверное, ближе. Вот, и, конечно же, продолжать разработку информационных материалов для целевой группы о перетезировках, вот, это все вот тоже актуально, и тоже никуда не денется. И вот полезные ссылки, это буквально несколько ссылок, которые я хотел обратить внимание, это вот раздел «Новые психоактивные вещества» на сайте Евразийской ассоциации, очень полезная информация по исследованиям, это техническая, это ОНП, ООН и ВОЗ, вот как раз по профилактике ВИЧ среди потребителей и стимуляторов. Это различные исследования, вот, непосредственно, да, мы видим, что еще в 2016 году в Португалии проводилось, они называли вот это то, что мы называем «вэпоутрич», они называли «нетрич», как бы, да, и тоже говорили, по сути, о переносе услуг по следжению вреда, об этих интервенциях, в том числе и онлайн. Это вот мы перевели силами волонтеров прекрасное руководство Нидерландской организации «Мейнлайн», «Спидлимитс» называется, да, вот там на русском языке можно скачать по этой ссылке. То есть вот я еще о чем тоже хотел бы сказать, да, что есть уже накопленная достаточно большая база данных, и в том числе по новым психоактивным веществам. И вот на мой личный взгляд, и это вопрос в первую очередь и к нашим тоже сотрудникам, и к нам самим, что мы как сервис-провайдеры должны знать эту информацию, и мы должны ее изучать, регулярно изучать, а потому что ее появляется достаточно много, и на основе этой информации как раз-таки учиться адаптировать нашу услугу вот отменяющуюся картостену. Спасибо, надеюсь, что уложился. Спасибо, Алексей. Я хочу предложить участникам задержаться еще на 5-7 минут на некоторые ответы на вопросы. Возможно, у Марии Прилуцкой будут какие-то комментарии по очень краткой, или, может быть, вы можете поделиться на ссылку, где можно почитать ваши исследования. Давайте мы тогда начнем с вас. Если вы готовы сказать немножко о вашем исследовании, хотелось бы услышать. Вас тут упоминали и очень хвалили. Мария, можете включить микрофон? Да, здравствуйте. Очень приятно. Вживую. Взаимно. Прошу прощения, что я в маске. У нас медицинская организация и карантинные мероприятия. Я все-таки не понятненько. Ну, хотела, во-первых, сказать такие слова благодарности, что все-таки началось активное изучение данной тематики среди общественности в стран СНГ и в стран, входящих около СНГ, так скажем, формально русскоязычных стран, потому что долгое время занимаясь этим вопросом, я заметила, что все-таки наши страны имеют некоторые особенности наркотического рынка, которые не всегда понятны, не всегда четко очерчены вот в контексте мировой ситуации. И если мы говорим о Центральной Азии, то, конечно, Казахстан превалирует в силу ряда причин социально-экономических и географических в том числе. И, в принципе, сегодня много говорилось с позиции общественности, социальной работы. Я могу дать характеристику, краску позиции медицинского сотрудника, врача-нарколога, психиатра, потому что уже в течение шести лет я занимаюсь выборкой этих ребят, группой пациентов, которые так или иначе сталкиваются с опытом потребления не только проблемного, но и в принципе эпизодического потребления данной группы веществ. Можно отметить, что вот в течение данного времени нам удалось все-таки разработать клинический протокол, учитывая то ограниченное количество ресурсов медицинских, которые есть в отношении реабилитации наркозависимых у нас в стране. На сегодняшний день, если говорить кратко, все вопросы, которые необходимы нам поставить на повестку, учитывая мнение врачей и специалистов. Во-первых, нам необходимо знать эпидемиологию распространения веществ в стране, знать их более или менее наиболее активные препараты или наиболее активные вещества, которые в широком доступе присутствуют на нелегальных рынках. Нам очень нужна система раннего оповещения о действующих наркотиках, статилирующих наркотиках в пределах страны и в странах, соседствующих с Казахстаном. Это нужно больше не, уже не для политиков, это больше нужно для практикующих врачей, потому что нигде в мире нет стококсцентных ресурсов, богатых ресурсов по определению всех дирекистатиков, всех веществ, которые есть у сегодняшнего дня. То есть это невозможно. Я видела, есть вопрос, нам нужна лабораторная диагностика в ходе чистоты. Это невозможно сделать, потому что это огромные миллионы денег, и нам придется сейчас как-то адаптироваться к этому. Вот один из вопросов по адаптации, это постоянно быть в потоке информации и понимать, что где-то появились какие-то вспышки, где-то произошло какое-то закрытие нарколаборатории, чтобы мы могли понимать, что ожидать в клинической картине этих зависимостей и, соответственно, профилактировать речи. И второй момент, который требует своего решения, это все-таки изменение подхода к лечению зависимости в том смысле, что... Ой, Мария, вы пропали. Даже вот специалисты грустного лечения препаратами. Нам нужно пересматривать, дать возможность врачам дольше задерживать пациентов программы реабилитации. Но это вот коротко, к сожалению, я сейчас должна отключаться, мне параллельное мероприятие. Ага, спасибо большое. Спасибо вам большое за участие, очень рады познакомиться, и спасибо за вашу работу исследовательскую, очень активно пользовались вашими отчетами. Спасибо, Мария, большое. Я хотела... Еще несколько вопросов было в чате. Мы вот по Киргизстану отдельное обсуждение будет 1 октября, и надеюсь, что мы как раз по мерам, которые собираются предпринимать, уже предпринимаются, обсудим там, именно по Киргизстану. По участию ключевых групп спасибо за хороший вопрос, но я надеюсь, что участие форума ЛУН в Казахстане и Казсоюза все коллеги здесь в обсуждении, в нашем чате, улучшит участие сообщества в планировании программ и ответных мер. По тестированию веществ много было в чате информации, всем понятно, что эта услуга необходима для профилактики передозировок и для снижения вреда. Думаю, что мы отдельно будем тогда адресовать, насколько это возможно или невозможно, внедрить в Казахстане на следующей дискуссии по снижению вреда для потребителей новых психотипных веществ. И Габриэла задавала вопрос про распространение в СМИ. Для региональных СМИ еще пока нет регионального обзора. Мы заканчиваем сейчас исследование в двух странах, Литве и Эстонии. И как только будет региональный обзор, мы будем распространять в региональных СМИ. Если есть контакты с казахскими средствами информации, которые могут быть заинтересованы в этой информации, мы всегда готовы и с удовольствием будем делиться, если нужно интервью или любая информация от нас. Так, и, наверное, пока по вопросам все. Есть ли у кого-то желание что-то сказать, прокомментировать, может быть, какую-то информацию для следующих наших встреч? Я пока не вижу рук. Я хотела сказать. Да, пожалуйста. Хотела поблагодарить вообще за возможность эту, что мы организовали такой вебинар, и он планировался в рамках нашего проекта. Очень здорово, что вообще Казахстан сейчас зашла эта услуга онлайн-консультирование, и мы гордимся, что форум Лун первый это пилотирует и как-то внедряет. И спасибо и вашей поддержке Гульнур, спасибо Жанат, спасибо всем международным организациям, вообще всем, кто сегодня пришел. Аня, спасибо за эту организацию. Лица обнимаю всех. Очень здорово. Алексей, спасибо. Очень крутая презентация. Очень много мы у вас учимся. И, ну, думаю, в дальнейшем, может быть, если вы позволите, будем более теснее взаимодействовать. Спасибо. Валентина, спасибо. Обязательно. Это только начало. Спасибо большое. Тогда до новых встреч. Очень надеюсь, что вживую. Будьте здоровы, пожалуйста. И, наверное, мы тогда заканчиваем встречу. Видео нашей встречи, точно так же, как и презентации, будет доступно у нас по ссылке на сайте. Можно будет скачать и работать с ними. И по прессе. Спасибо, Габриэла. Я отдельно напишу, мы договоримся, как это можно сделать. Хорошо? Спасибо большое за участие и хорошего всем вечера. До свидания.